Фирма GBG Construction с выставки в Дублине привезла полный самолет потенциальных покупателей недвижимости. И, конечно, те, кто заключил договор, обратно полетели совершенно бесплатно. И это тоже страница истории Алании. И перед тем, как познакомиться непосредственно с объектами, познакомимся с человеком, организовавшим могучую строительную фирму. Именно он вписал тот уникальный полет в историю современной Алании. Да, в принципе, это возможно. Так как я начинал продавать именно в 90-х годах в Германии, потом Бельгия, потом Голландия, потом Швеция, Ирландия, вплоть до англичан, я, говорит, не отказывать своих слов, в принципе, да, он говорит, да, возможно. Теперь как это будет делаться и так далее? Но после 2000-2005 года начался очень большой наплыв граждан Республики Федерации. Если смотреть по оценкам или же экспертиз 2008 года, то в Голландии в 2008 году более 80% туристов, проживающих, то есть приезжающих сюда, были только русские, 80%. 2008 года Руссу, примерно 120-130 гривенда дайвера саттык. Именно вот 2008 году мы продали около 120 квартир только русским, 120. И это показатель того, что именно русские любят именно немножко Аланию, потому что если смотреть по оценкам в Анталии, таких продаж просто это редкость. Рано или поздно у человека должно появиться хобби. Какое хобби лучше может быть, чем хобби жить? Не существовать, как в России, допустим, да, постоянно спотыкаясь на грабли, причем которые грабли не вы сами раскидали по своей неопытности, а грабли другого характера у нас бывают. Можно жить спокойно там, где воспитывалось молодое поколение российских дворян, где господин Достоевский, между прочим, денежки просаживал папины, где губернаторы московские в 75 лет, уйдя на пенсию, дальше еще пыхтели до 90. Потому что здесь чисто, здесь нету того температурного дисбаланса, здесь нету, извините, загаженных подъездов, вот, здесь нету батарей, которые плохо греются, это я еще мягко сказал. Вот здесь, здесь все очень комфортно, сыто и красиво. Почему? Потому что вот такой подход. Как можно сюда приехать и благодаря чему состоялась, собственно говоря, эта поездка? Ну, один из крупнейших застройщиков Анатолийского побережья, это компания CBC. Мы только начали вас знакомить с их грандиозными проектами. И, наверное, все-таки это грамотно, не продавать отели и временную Турцию, да, с мая по октябрь, ноябрь. Вот, пожалуйста, январь месяц, вот такую Турцию, невременную, она постоянно можно купить вместе с компанией CBC. И ее бессменным руководителем, который себе может позволить ездить, как очень успешный бизнесмен на рейндж-ровере. Вы не менее успешные бизнесмены города Магнитогорска, где вы собираетесь дальше жить? В Луганах? Ну, есть у нас такой городочек с одной единственной улочкой. Но там все друг друга знают, а здесь вас не знают и пальцем тыкать никто не будет. Никто вам не будет в укор выставлять, что типа вот уехали, а зачем это делать? Хотя, хотя я вам скажу честно, сумма 63 тысячи евро. Вот сейчас мы поедем, посмотрим, сколько там квартирка стоит. Что такое 63 тысячи евро? Ну, это хрущевка, ну, либо такая не самая лучшая брюшневка. Нравится? Сумма необходимая здесь для проживания. Сейчас вообще будет смешно. Квартплата, да, за такую квартиру, ну, чуть покруче квартира, 150 квадратов. И так квартплата будет 16 тысяч за весь год. У нас квартплата за полгода будет 16 тысяч. Сколько покушать здесь стоит? И покушать, и на бензин что хватило? Лучше, конечно, на дизель, потому что, ну, есть куда покататься. И жить просто в одном месте, не с руки, а перемещаться и смотреть прелести Турции. Я бы вам все-таки порекомендовал. Так вот, она хватит и 500 долларов. Как вам 500 долларов заработать? Ну, во-первых, если вы не знаете, как заработать 500 долларов, лучше сразу переключить телевизионный канал. Ну, раз разговор у нас пошел о том, что ближе к телу, то есть к кошельку, и к тому, что мы, собственно, будем кушать на каждый день, мы посетим магазин и очистим умы туристов, выходящих из многозвездного отеля на улицу и ужасающихся ценой 5 евро за бутылку пива в ближайшей продуктовой лавке. Еще раз напомню, вся туристическая зона – это как раз ресторан с несколькими залами, за которые вы заплатили в своем собственном туре. Все, что за пределами отеля, по отдельной ресторанной цене. Отдельное слово за зоной комфортного проживания с комфортными ценами. Поверьте, они и в Мигрсе, и в Метро, и в Аланьюме примерно такие же, как и в вашей Гентре, что вмонтировано в комплекс GBG Country Club. Для того, чтобы вам рассказать, как живется в Турции, какие здесь цены, рядом с потрясающим комплексом Country Club под компанией CBC, я специально с помощью сотого телефона вычислил пропорцию, и чтобы вы уже поняли, о чем речь-то идет. Это супермаркет небольшой, ну, примерно, как вот классовские супермаркеты, либо Ситна. Итак, килограмм гранат. 45 рублей. Лук. Вот такой, на салат который. За килограмм, да? 17 рублей. Пойдемте дальше. Курочка. 85 рублей. Бедро держит цены. Так, берем. Мясо. Это баранина. Баранина диетическая, да? Welcome. Так вот, баранинка стоит, ну, примерно, 250 рублей килограмм. Колбаса, пожалуйста. Есть вареные колбаски. Тоже цена такая, так, 200, ну, 300 с небольшим. Есть сырокопченые колбаски, полонез польский. Ну, колбаса здесь, вообще-то, ну, достаточно дорогой продукт, потому что здесь нету сои, знаете. Здесь нету искусственного жира. Нету здесь такого. Зато сыр, сыр вообще падайте, ребята. Килограмм сыра меньше 150 рублей. Так, ну вот, теперь продукты питания на каждый день. Бутылка двухлитровая, двух с половиной литровой, точнее, пепси. И цена этого вопроса, так, 30 рублей. Если вы знаете, что пепси двухлитровая, у нас стоит 50 рублей. Так, все остальное, все остальное практически доступно. И есть, пожалуйста, и виола, и все что угодно. То есть, ну, жить и не заморачиваться, и не попадать на большие деньги, опять же, очень даже легко. Ну, осталось только выучить базовый турецкий язык. Хотя, вот, базовая фраза, «Е не туркеш лир» вам необходима. Это новые турецкие лиры. Вполне нормальная валюта, которая не подвергается таким колебаниям, как, допустим, рубль. Вот вживую то, что превращали из фотографий в панорамы отдельные магнитогорские теле типа «Перцы». Теле типа «Перцем» надо ввалить на теле типа «Спутниковые каналы», а не путаться под ногами. Мы за и для правды, а не бабок единых, приехали сюда. Мы вам решили показать, кто реально торгует, а кто понтует нереально. Вот этот великолепный комплекс реально отдан под заселение магнитогорца. Если кто-то будет потупливать маленько, то придется подождать, пока построят эта фирма дома еще. Осталось только попросить подождать и попросить не расти в стоимости бивалютную корзину. И, конечно, можно сделать грандиозные фото. Но грандиозные впечатления – это только от первого лица. Для того, чтобы понять грандиозность задуманного, некоторые самые хитрые привлекают компьютерную графику либо технические ухищрения. Для того, чтобы вам показать, насколько комплекс «Кантри Клаб» грандиозен, громаден и одновременно с этим уютен. Мы взяли стандартную видеокамеру. У нас угол раскрытия на широкоугольнике всего 88 градусов. Ну и объект привязки, да, метр 75, 105 килограмм. Давайте прогуляемся. Никогда и нигде прежде. Рядом с девятиэтажками я не чувствовал себя более окрыленным. Никогда и нигде ранее у меня не было боязни высоты при взгляде из любого окна, любой квартиры, любого района, любого города России. Хотя и лазил по кранам, и не только. Но 80% окон выглядывают на балкон, и даже, и зная собственные слабости, растянувшись в шезлонге, в ужасе вы не проснетесь нигде, потому как заснули на застекленном балконе. Люди, которые не настолько замусолены работой, как отдельные магнитогорские телемагнаты, в воле выбирать отдых без релаксантов и седативных средств естественного происхождения. Бильярд, тренажерный зал. И главное, вы за это уже заплатили. Ну давайте все-таки приоткроем тайну, где мы занимаемся фитнесом. Фитнесом занимаемся на нулевом этаже жилого здания GBD, GBD Country Club. Мы здесь приобрели квартиру, 8 этаж, 16 квартира. Обустраиваемся, обустроились почти. Нам часть мебели еще не привезли, а так все поставили. Мы приехали сейчас шторы вешать. Чем отличается эта квартира от квартиры в Якутске или от квартиры в Москве? Ну, в Якутске там, конечно же, холодно, и там квадрат, может быть, немножко меньше будет. А тут прямо бассейн внизу, фитнес-клуб сразу внизу на первом же этаже. Что еще? Ну, все обустроено, самое главное. А как отделка? Отделка очень хорошая. Очень красиво все, очень уютненько. Два больших балкона, такие большие балконы, прямо широкие. И кухня вся была полностью, бытовая техника и вся кухня была. Будущее где видишь? В Москве? В Якутске или вот здесь все-таки? Не знаю. Буду приезжать, наверное, все-таки здесь, сюда. А в Москве буду работать и буду сюда приезжать. Или куда-нибудь еще приезжать. Почему-то, но зимой в январе в Алане не пахло. Здесь также не было 35-ти градусной жары экватора Таиланда и Индии. Но и такого лета комфортного, теплого у нас встретишь нечасто. Если море, допустим, штормило, то бассейн по температуре равнялся июньскому банному озеру. Ну что ж, нам не привыкать. Вы с Якутии, мы с Урала. Мы были у вас благодаря Виктору Филипповичу Рашникову. Посещали и Мирный, и Нерингре, и Якуск. Но тем не менее, как вы с такой дали несусветной, казалось бы, расстояния практически 6 тысяч километров? Больше даже? Как вы решились все-таки переехать сюда, купить здесь недвижимость? Уверены ли вы были, когда покупали недвижимость в компании CBC? Так, ну, вопрос, значит, такой, да? Мы летом любим вообще путешествовать с семьей, там, с детьми, с супругой. И вот первый раз в августе приехали сюда. В этом году? В этом году. В этом году в августе приехали сюда, отдыхали, значит, в курортке тут береговом. Ну, у нас давным-давно мечта была приобрести где-нибудь какую-то недвижимость за рубежом, будем так говорить, где у моря. Самое главное требование было. Ну, здесь мы вот познакомились, значит, с компанией GBC, через наших менеджеров, когда мы изъявили желание посмотреть, как строится. Будучи строителем, я сам очень всегда, когда приезжаю, смотрю, как строительство, ну, каких технологий применяется строительство, да, за рубежом. Вот это меня всегда интересовало, и вот, посмотрев строительство, как ведет компания GBC, вот, наверное, сами увидели, вот, как реклаб называется, да, вот, тут по сравнению, в отличие от наших строителей, то, что мы строим у нас у себя на родине, что в Якутске, что в Москве, видимо, что на Урале, одинаково, наверное, да, мы... Почти слегка никак. Да, сдаем, 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 сдаем чистые, голые стены, а дальше уже покупатели сами уже, как бы, кухтят, доводят до ума, здесь совсем по-иному. Тут все благоустроено, значит, начиная от фона, от магазина и до самой квартиры, если у вас время есть, я вас буду, приглашаю, значит, ко мне в квартиру, там посмотрите, как, до чего, как отделано, да, вот, ну, Видя такое дело, мы с супругой решили, тут же процентов 30 проплатили и нам передали ключи. Мы в августе уже с двумя малышами, здесь уже и с бабушкой даже в этом новом недвижимости провели первый ночь.